Лицензия предусматривает ряд квалификационных требований к руководителям управляющих компаний и в первую очередь направлена на то, чтобы с данного рынка исчезли недобросовестные компании. Если в течение года будет два административных нарушения в управлении домами, то руководитель и сама УК лишится лицензии. В настоящее время на территории города Новочепоксарск у нас 17 управляющих компаний. Но есть компании, которые в управлении находятся более 100 многоквартирных домов, а есть у которых в управлении находится один многоквартирный дом. Лицензию не получает товарищество собственников жилья. Управляющие компании подают пакет документов на получение лицензии. В состав лицензии будут рассматриваться у руководителя наличие высшего образования, стажа работы, наличие управляющих компаний за должности, за ресурсы. Также будут рассматриваться административные нарушения, которые были даны управляющей компанией, сроки исполнения административных нарушений, какие предписания есть, ну и также общая работа, в том числе и подготовка к отопительному сезону. Там тоже будет одним из пунктов подготовка и содержание многоквартирных домов в надлежащем виде. Подлежат лицензированию все Новочепоксарские управляющие компании, но пройдут или нет, будет ясно по итогам проверки. В настоящий момент все готовят нормативные документы и свои многоквартирные дома. Основной этап – это подготовка к отопительному сезону, опрессовка и гидропромывка. Как отмечают специалисты, данные меры повысят уровень работы управляющих компаний. Также призываю все-таки собственников внимательнее смотреть за теми нарушениями, которые делают управляющие компании, не замалчивать и не говорить об этом как бы в кругу своей семьи, а выходить либо в органы местного самоуправления, у нас существует жилищный, муниципальный жилищный контроль, по результатам которого у нас официально семь проверок запланированных на этот год и неофициальные проверки всех управляющих компаний у нас идут по заявлениям граждан. Это уже неофициальные проверки. По результатам этих проверок составлено четыре административных протокола. Переданы они у нас в Государственную жилищную инспекцию. По двум протоколам составлено административное правонарушение по 40 тысяч рублей.